Может быть, это наведет вас на мысль, какая-то голубая роза, да, то есть художники этого круга. Скульптор, если вы знаете, Матвеев, да, это одна из фигур, которая ему очень важна была в скульптуре. Вот, естественно, Павел Кузнецов, вот, а почему это Саратов, если вы знаете, они все оттуда, Павел Кузнецов, Матвеев, Петров Водкин, это они с Саратами, с Саратами много работали и жили. Вот, Борисов Мусаатов, да, но это другого, конечно, поколения. Вот, ну и Сарьян, естественно. С лестницей. Вот это интересная вещь, да, вот, кстати говоря, это вот очень хорошо, что вопрос такой прозвучал, потому что вот то, что я говорил, нету фасадной стороны, нету маленькой, большой, вот это вот то, что я говорил. Еще одна сторона, это то, что в этом сюжете это просто человек на лестнице, но я, например, не могу отделаться от мысли, что это там часть, часть там снятия с креста, да, то есть, и это очень важно, это очень важно, потому что в бытовом сюжете проглядывает вечное все время, а в евангельском, каком-то глобальном сюжете, да, это вот буквально, как отец, от послика в гора, сажал нас с матерью, или мы ехали, и там просто, сколько лет, и в этом как раз узел его мировоззрения, потому что никогда, он, берясь за какой-то серьезный сюжет, не раздувал щеки, жабры, что вот я сейчас сделаю тайну вечер, или что-то, а как раз хотел найти, ну, вот эту составляющую, да, которая здесь вот видна, почти плоская ведь вещь, да, уникальная, но об этом долго можно говорить, вот, а про лестницу вот, бытовые сюжеты, бытовые сюжеты, сквозь которые просвечивают и расцветают вечностью, вечными сюжетами, евангельскими сюжетами, какими-то, эти вещи просто так не даются, они не бросаются на зрителя, не хватает его за горло, они не обладают трюкачеством, которое, да, там, которое посмотришь на вещи, скажешь, забавно, да, там, единственная ассоциация, которая может быть, они требуют, требуют всматривания, они молчаливые, в них, они целомудренные, если можно так сказать, вот, ощущение пространственного, вот, очень важно, мало, наверное, на это обращают внимание, это автопортрет, я его не зря здесь расположил, потому что это понимание, все-таки, художником, да, согласитесь, с себя самого, да, то есть это, что вот, что можно сказать об этом автопортрете, вот, это, вот, наверное, до предела доведенное то, что есть в других вещах сосредоточенности, собирание пространства в единую точку, да, то есть, и ни в коем случае не выплескивание ее разбрасывания, да, внешне, то есть, ничего внешнего, скажем так, попытка, это автопортрет, вот, с попыткой говорить о себе, как о художнике, человеке, в котором нету никаких внешних поверхностных приемов, да, то есть, ну, определенный ток сосредоточенности, как бы, движение к этому происходит, да, немножко сбившую, извините, говорю, как у меня.